Говорят, уходит легенда. В данном случае легенда приземлилась навсегда. Ту-134, самолет средней и малой дальности, совершил сегодня свой последний полет из Мирного в Новосибирск, где останется уже навсегда, в музее авиации. В 1963 году он впервые полетел, тремя годами позже началось его серийное производство. Это вообще один из самых массовых советских самолетов. Всего было выпущено более 850 самолетов. Он летал на международных внутренних рейсах, вошли тушки и в народный фольклор, в анекдоты. И стали не только авиационным брендом. Курильщики со стажем помнят болгарские сигареты Ту-134. Но тут важное замечание, никуда не деться. Курение вредит вашему здоровью. Крупнейшая авиакатастрофа в Советском Союзе произошла с участием именно двух самолетов этого класса. В 1979 году в Небино-Днепродзержинском они столкнулись, и тогда погибли 178 человек. Среди них практически вся команда футбольного клуба «Пахтакор» из Ташкента. Но и без катастроф. Со временем эти самолеты технически и морально устарели. О Ту-134. Поговорим с человеком, который знает о нем не понаслышке. С нами на связи сейчас Сергей Прищепа, бывший бортинженер Ту-134. Он ведущий инженер аэрофлота. Сергей, надеюсь, вы меня слышите. И надеюсь, что мы вас тоже сейчас и увидим, и услышим. Да, я слышу вас и вижу, все хорошо. Отлично. Вот расскажите нам, насколько надежным был самолет Ту-134. Поскольку вот я там просто посмотрел информацию о нем, да, очень много было каких-то инцидентов, катастроф. Но может быть это произошло от того, что слишком много их было, то есть фактически они занимали львиную долю. Как в обслуживании? Вот что вы помните об этом самолете? Ну, этот самолет оставил самые теплые, самые сердечные воспоминания в моем сердце, в моей душе. Самолет удивительно летучий, удивительно надежный и удивительно добрый к летчику и к пассажиру. Самолет, который управлялся в безбустерном режиме управления. То есть пилот, когда держался за штурвал, мог почувствовать своими пальцами любой протуберанс воздушного пространства, которое нам предстояло преодолеть. Когда мы боролись с какими-то тропическими фтормами, когда мы... Сергей, чуть-чуть камеру можете поднять? Да-да-да, спасибо. ...через облачность, через грозовые штормы. Все это было на наших руках. Мы могли кольчиками пальцев ощутить все проблемы воздушного потока, которые нам предстояло пройти. Современные самолеты лишают нас этого удовольствия. Сейчас управляет самолетами компьютер, а мы только сдаем ему алгоритм действий. Я на сегодняшний день работаю на самолете А-320, тоже на одном из самых распространенных типов воздушных судов в Европе, да и во всем мире, что греха таить. Там, конечно, таких ощущений, как те, которые были при полете на самолете Ту-34, у летчика нет. Самолет очень надежный, очень достойный и очень железный, как мы в шутку его называли. Самолет имел военное предназначение, поэтому запас по прочности у него был троекратный. Повторяю, троекратный запас по прочности. Что это означает? Это означает, что при попадании молнии, в которую я попадал неоднократно, у меня даже однажды при заходе в аэропорту Бейрут, при полете из аэропорта Ларнака к Бейрут, перед носом крутилась шаровая молния, которая потом взорвалась в салоне нашего самолета. К самолету ничего не случилось. Да, выгорело основное освещение, да, сгорела система Курс-МП и РСБН. Мы перешли на резервные источники и приказы на аварийном освещении на аккумуляторах долетели до Бейрута. Самолет был удивительно надежный и удивительно удобный и приятный в галатировании воздушного судна. Сергей, ну вот вы сказали, что написали этот самолет как чрезвычайно надежный, привели примеры надежности. Я сейчас же, вот все новости последние, которые связаны с авиацией, они связаны с проблемами суперджета, да, сухого. Можно ли было вот этот вот Ту-134 как-то модернизировать, переделать, чтобы он продолжал свои полеты, и чтобы не было вот этой вот альтернативы, которую многие специалисты называют ненадежной? Я имею в виду, конечно же, суперджеты. Ну, я немножечко так сделал, хочу такой сделать, небольшой экскурс в историю. Дело в том, что проекты, в конце 90-х годов были прекрасные проекты по поводу того, чтобы модернизировать этот самолет. Уже было рассчитано оснащение этого самолета новыми двигателями. Уже была придумана новая авионика для этого самолета. И если бы все это прошло, и действительно деньги на эту программу были бы найдены, самолет летал бы и летал еще десятилетия абсолютно без каких-либо проблем. Потому что, еще раз повторяю, что летная часть самолета, планер самолета, система управления были великолепны, идеальны и практически сделаны для человека, для летчика и для пассажира. Если вы попробуете найти хоть один негативный отзыв об этом самолете, я боюсь, у вас ничего не получится. Потому что самолет был прекрасный. Но, к сожалению, этого не случилось. И вот сейчас мы вынуждены общаться с самолетом Сухой Суперджет, который тоже неплохой самолет, конечно. И если его довести до ума, если на нем еще поработать, он тоже будет бороздить наш Пятый океан еще много-много лет. Но самолет Сухой Суперджет это уже самолет, сделанный для гражданского воздушного флота. Тут нет никакого тройного запаса по прочности. Тут все сделано, минимизировано для того, чтобы получать деньги, прибыль. Это коммерческий проект, я об этом напоминаю. Ну что же, Сергей, огромное вам спасибо. Бывший бортинженер Ту-134 Сергей Прищепа с такой большой-большой любовью рассказал о самолете, который сегодня совершил свой последний полет. Сергей, спасибо вам.